В прошлом году работникам системы образования Брестской области пришлось проявить изобретательность и работать в чрезвычайном режиме, чтобы предоставить качественное знание более чем 167 тысячам учащихся. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, педагоги смогли профессионально справиться со своей задачей и в тесном взаимодействии с органами власти обеспечить выполнение, а по некоторым пунктам даже превысить, целевые показатели, установленные государственной программой на 2016-2020 годы. Достаточно много было вызовов, как сейчас говорят, которые непосредственно касались и системы образования. Хочется с удовлетворением отметить, что система образования справилась, с честью справилась с поставленными задачами. И не просто мы выжили в этой ситуации, мы решили все вопросы, которые планировали до начала эпидемиологической, усложнения эпидемиологической ситуации. И у нас нет каких бы то ни было западающих моментов, которые нужно было бы экстренно менять, исправлять в 2021 году. Конечно же, пандемия стала поводом для некоторого реформирования образовательной системы. Это касается и внедрения дистанционных форм преподавания, и работы по наполнению новым содержанием учебных программ и усовершенствованию материально-технической базы. Это, конечно же, использование современных средств обучения. Достаточно много средств, как централизованных на республиканском уровне, так и из областного и районных бюджетов, направленных на модернизацию образовательного пространства. Его нужно уметь использовать. Его нужно сегодня наполнять новым содержанием учебным. В Брестской области насчитывается 498 учреждений общего среднего образования. Стоит отметить, что, несмотря на сложную обстановку в стране, в 2020 году был введен в эксплуатацию ряд социально значимых объектов. Строительство остается одной из важнейших задач и в текущем году. Нужно прежде всего выбирать приоритеты. Ну, как пример и новую форму – это строительство тех же детских садов. Вот тот путь, по которому Брестская область начала идти, и один из первых детских садов в Дрогичине встроенных в жилой комплекс был построен, нужно эту тему продолжать, потому что и комфортно, и экономически выгодно, и по остальным направлениям тоже на это обращать внимание. Что касается учебного процесса, наверное, стоит поставить такую задачу, как, наверное, улучшение качественное отношение к идеологической составляющей, к роли классного руководителя, как в воспитательном процессе в целом, так и в работе в социальных сетях. Выполнять задачи, стоящие перед системой образования – это ответственная и важная миссия, которая по большей части ляжет на плечи преподавателей. Молодые специалисты и опытные учителя на деле доказали, что умеют работать четко и слаженно, даже в сложных и непредвиденных ситуациях. За свой нелегкий труд они достойны самых высоких наград и теплых слов. Они действительно выполнили поставленные задачи, показали истинно, что они и профессионалы, и, скажем так, государственные люди имеют четкую государственную позицию. Ну и в преддверии 8 марта всех женщин хочу поздравить с праздником 8 марта, счастья, здоровья, учитывая, что львиная доля наших учителей – это женщины, и те проблемы, о которых я говорил, в принципе, придется им решать, поэтому счастья, здоровья и поддержки со стороны мужчин. Людмила Логозич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.